Офис врача общей практики в селе открылся два года назад и за это время стал популярен даже у жителей соседних сел. Согрестных сел тоже, потому что многие заявляют желание обслуживаться здесь, поскольку до поликлиники добираться им по каким-то определенным причинам тяжело, либо нет личного транспорта, либо какие-то у них ограничения связаны со здоровьем, то есть им необходимо, чтобы врач находился к ним как можно ближе. Такой же врач есть рядом в селе Краевско-Армянское. Сейчас идет лицензирование зданий в селе Измайловка. На врачебном участке 500 детей. Все они ходят в сельскую школу. Здание, сетуют местные активисты, уже тесновато для такого количества учеников. Очень хотелось бы, чтобы нам построили еще один блок школы, потому что школа у нас маленькая, детишек много, учатся в две смены. Не хватает школе и спортзала. Вот эту проблему, как выяснилось, уже начали решать. Построить пристройку невозможно, ни при каких обстоятельствах. Парк с НИПом. Второе. На этой земле имеется возможность построить отдельно стоящий спортивный зал. Антон Николаевич на ближайшей сети по его инициативе выделил деньги, 2 миллиона на проектировку отдельно стоящего спортивного зала. Но это не значит, что новый школьный корпус здесь не появится никогда. Для него подыщут другое место. Решится в ближайшие два года и наболевший вопрос села – водоснабжение. Сейчас воду жители берут либо дождевую, либо привозную, а она стоит дорого – почти тысячу рублей за куб. Ни о каком тепличном хозяйстве не может быть и речи – поливать себе в убыток. Анатолий Пахумов успокоил – проблема решаема, но не так быстро. 52 миллиона только проект, но это будет от водопровода идти от Морсесты до Абазинки и сюда на Законцовку. То есть это тоже программа будет федеральная, краевая, а вот это вода. И мы планируем, и водоразведение. А что это говорит? Это говорит, что более-менее через два у вас в прогрессе и в Абазинке будет и вода, и канализация. Другая проблема, которую озвучили жители – неиспользуемые по назначению земли компании «Мацеста-Чай». Гектары сельхозугодий зарастают сорняками. Муниципальную землю можно изъять и передать тому, кто будет за ней ухаживать и обрабатывать. Жители прогресса мечтают об этом давно. Мэр объясняет – процедура длительная, и здесь обязательно должен участвовать Россельхознадзор. Три протокола вы составляете, после этого можно изъявить. Можно изъявить в них сектор. Мы, честно говоря, уже по красной воле изъяваем землю, находимся в судах. Вот мы дойдем в новозы и зачастую. Волнующимся о сельском хозяйстве жителям рассказали, как уберечь свой урожай от мраморного коричневого клопа. Какими ловушками и препаратами показали наглядно. Также люди попросили главу города продлить время работы рейсового автобуса. Последний рейс – в начале 10-го вечера. А многие в это время только возвращаются с работы. Анатолий Пахомов пообещал, если автобус будет регулярно загружен, то его работу продлят до нужного селянам времени. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.